Первый доклад делает Сергей Адамович Ковалев, президент Института прав человека. Сергей Адамович, прошу вас. Вряд ли, если надо тратить много времени на подробные доказательства совершенно нестерпимого положения основополагающих конституционных принципов в нашей стране. Мы вновь не имеем выборов свободного волеизъявления граждан, временно диригирующих государственную власть представителям народа, избранным в условиях открытой, прозрачной, равноправной, подробной и добросовестно освещаемой в СМИ политической конкуренции. У нас нет независимого правосудия. Суд, однако же, бывает только независимый, всегда и в любом деле. Или уж вовсе никакой. Если же в стране нет суда, в ней не может быть даже и намека на демократию. Ибо место правосудия может занять только властный произвол. Расправа с неугодными. Тогда и другие демократические институции превращаются в фикцию. Когда суд не может указать власть и ее границы, границы эти исчезают. На власть уже нет управы. В стране господствует необъявленная, более того, торжественно упраздненная, запрещенная конституцией и закону цензура. Гораздо более эффективная, нежели в советские времена. Это обстоятельство серьезное свидетельство того, что режиму удалось-таки достаточно надежно блокировать свободу слова. Значит и убеждений. В России похоронен принцип разделения властей, стремящийся обеспечить сдержки и противовесы. Вопреки собственной конституции, Россия вовсе не федерация, предназначенная обеспечить наиболее конкретные формы народовластия в огромной стране, где уживаются сильно различающиеся условия жизни и обычаи. Где это видно на федерации, в которой губернаторы назначаются центральной властью? Беззастенчиво упирается в фундаментальное право мирных собраний и демонстраций. Высшая иерархия русской правоохранной церкви, вкупе с парламентом, с парламентом, заметьте, все более открыто начинает проводить политическую линию, несовместную ни с конституцией, светского государства, ни с христианскими канонами. Власть откровенно пропустительствует грубейшему нарушению конституционных прав и свобод органами внутренних дел и пенитенциарной системы. Эти вопиющие пробелы права, и не только они, требуют непредвзятого рассмотрения и устранения. Представляется, однако, что они суть производные от состояния выделенных уже трех фундаментальных оснований демократического конституционного права. Выборов, суда, свободы слова. Именно эта неразрывная триада создает необходимые условия для разрешения остальных проблем. Либо уж для узурпации власти, когда эти три столпа демократии отброшены и незатейливо имитируются, как у нас. Вот это и есть самый важный аспект нынешней внутренней российской ситуации. Будем считать, что все мы хорошо разведывлены, все понимаем, что в стране нет того, что можно было бы хоть с натяжкой назвать выборами. Но это значит, что власть нелегитимна. И это не следствие непредвиденных ошибок в электоральных нормах. Все, кто внимательно следил за эволюцией избирательного законодательства, наблюдали, как постепенно уменьшались возможности избирателя и возрастали возможности манипулятора. Запрещение предвыборных блоков, рост порога прохождения в Думу, напротив, отмена минимальной явки избирателей, упражнение голосования против всех, все нарастающие трудности для наблюдателей. Нет, коллеги, это все не оговорки. Это государственная программа, опять обращающая нас, граждан, в винтики. А у них в руках все явно не видны отверстики. Жить в такой стране стало противно и опасно. Но уезжать еще противнее. Это наша страна. Каково бы ни были несовершенство нашей бездействующей конституции, мы вполне серьезно относимся к ее нормам. И в соответствии с ними будем добиваться коренных политических преобразований. Непремиемая оппозиция, однако, отнюдь не исключает переговоры с действующей властью. Напротив, мы намерены требовать таких переговоров. Мы готовы искать компромиссные переходные решения, ни на шаг не отступая при этом от своих нескрываемых, ясно выраженных конечных целей. Разумеется, власть, мошеннически имитирующая выборы, нелегитимна. Но разве советская власть была более легитимна? И разве мы не были тогда открыты для диалогов? Разве не были тогда готовы к взаимодействию с властью, каждый по-своему, с Ахаров и с Лазуницем? И не предлагали такое взаимодействие, не отступая при этом от принципиальных позиций? Очень важна для гражданского общества России проблема наше отношение с демократическими политическими партиями и наши требования к ним. Ясно лишь, что не скрывая своих расхождений, партии должны найти форму взаимодействия ради создания цивилизованных демократических условий, необходимых всем. Неизбежная и нормальная конкурентная борьба в нынешних условиях должна уступить место выступлением Единого фронта. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ